Добрый день! Сегодня я расскажу про головоломку под названием Star Minx. Производила компания MF-8. Не знаю, выпускает ли сейчас, но выглядит вот так. Это 9-сантиметровый додекайдер. Такие звездочки на каждой грани. Грани 12. 12 цветов. Это Star Minx V1. Есть V2. Есть внешне похожая головоломка Pentagram. Есть еще уровень Star Minx. Семейство большое. Начнем сначала с двух похожих. Star Minx V1 и V2. Черный первый. С интересным пластиком второй. В чем разница? У первого вращаются уголки. И все. Уголок имеет три наклеечки. Белый, красный, зеленый. А вот эти элементы ребра. Вращаем уголок. И другие движения недоступны. Здесь уголки не вращаются. Зато можно вращать. Если постараться. Вот так. И вот так. Ну как-то 3 на 3 очень похоже. Вот такие вращения доступны. И внешние ломки одинаковые. Ну не считая различия в пластике. Собираются по-разному. Курвистер Минкс он ближе ко второй версии. Так как у него вращаются не уголки. А также можно делать вот такие движения. Но про него сегодня говорить не будем. Пока не собирал. Пентаграм. У него тоже вращаются углы. Но вот так. То есть физически есть вот такой уголок. Который будет перемещаться. Отдельный элемент. То есть здесь угол. Он как бы внутри. А это уже элемент внешний. Который отдельно от этого перемещается. И он пока не собран. И я его не собирал. Помимо вот такого похожего вращения. Здесь еще доступно изменение формы. Если правильно расположить. Вот так вот можно повернуть. А это все похоже на болгинею. Которая есть от MF8. Плох крутящаяся. Вот это вот. Она тоже меняет свою форму. Но как-то по-другому. И ее аналог. Есть в огне от другого бренда. AJ. Вот такая. Здесь уже добавлен уголок. И если присмотреться. Очень много сходства с той самой пентаграммой. Я обе их еще не собирал. Но очень похоже, что они одинаковые. Хотя внешне чем-то отличаются. Но разберемся потом. Сегодня будет самый простой Star Minx. И у него тоже есть современный аналог. Поэтому покупать Star Minx сейчас можно разве что для коллекции. Вращается он, конечно, не очень. Но собирать можно. Но все же лучше приобрести новичку Redi Minx. Который абсолютно идентичен. Даже возьму сейчас той же стороной. Вот. Та же самая картина. Redi Minx значительно компактнее. Вращается хорошо. Производится компанией Moio. Это MF8. Собираются абсолютно одинаково. Если у вас нет ни того, ни другого. То покупайте, конечно, Redi Minx. Ну а Star Minx мы сейчас соберем. Вдруг он у кого-то есть. Или кто-то где-то видел. Ну, сначала перемешаем. Чтобы посмотреть вращение. По сути, это Redi Cube в форме Додекаэдра. Я пару раз собирал. Ничего не развалилось. Вращать можно. Терпения хватает. Ну и сейчас попробуем собрать. Вдруг тоже хватит. Высота 9 см. Увесистый. И вмешивать можно, конечно, долго. На каком-то моменте мы остановимся. Допустим, этот момент настал. Для начала мы вспоминаем, что это угловращательная головоломка. А значит, мы разворачиваем углы какого-то одного цвета на одну грань. И собираем к ним ребра. Ну а здесь есть у нас и центры. Что удобно. А значит, можно вот эти вот уголки. Вот эти маленькие треугольные наклейки принадлежат одному углу. Вот берем и поворачиваем. Собираем первую звезду. Вот так вот, бесхитростно. Белая звезда готова. Нужно к этой звезде вот сюда поставить белые ребра. Вот белый, зеленый. Попробуем. Подставим место. Все легко получилось. Дальше. Белый, фиолетовый. Подставляем. И видим, что случилась вот такая картина. И так бывает на Радиминксе и на Старминксе. Ну и на Булгиней тоже. На Булгиней, напомню, все ребра можно собрать так же, как на Старминксе. Проблема именно собирать остальные элементы. Вот эти вот лепестки. То, что здесь они перемещаются не как в Старминксе. Здесь они фиксированы. Такое происходит из-за того, что сторон у грани 5. И поэтому ориентация может меняться. А значит, если мы сделаем круг по грани и загоним ребро с другой стороны, то все будет хорошо. Два ребра есть. Ищем дальше. Давайте по порядку. Желтое. Желтое не вижу. А вот желтое. Введем как-нибудь. Так. Ну, если вот с цветом центра совпадает, значит с этой стороны можно и поставить. Поднимаем место. Вставляем ребро. Опускаем. Так. Так. Коробочка у меня отсутствует. Это, опять же, из коллекции Ивана Цикова, которая когда-то перекупил вместе с первой Болгинией, вторым Стармингсом и Пентограммой. И это все оттуда. Поэтому коробочек нет. Могу показать только на картинках. Так. И получаем одна сторона белая. Ну, и тут цвета тоже совпадают. Как видим, собрав белую сторону, мы получили, что вот синий-синий, синим совпадает, красный-красный и так далее. То есть, дополнительно их собирать не нужно. Собираем дальше вот эти ребра. Получается второй слой. Фиолетово-желтое. Здесь также могут ребра по ориентации подходить, а могут нет. Посмотрим. Фиолетово-желтое. Сюда поближе. Если вот так вот повернуть, то подойдет. Значит, пока в сторону отведем. Вот так. Сюда. Желто-синее. Если перемешать посильнее, то, возможно, и подольше придется. Искать элементы. А может и так же. Смотрим. Если вот так вот поставим, то все хорошо. Но уголок нужно, конечно, ориентировать по-другому. Поэтому отведем в сторону. Подвернем. Вставим сюда ребро. Не опустим. Продолжаем. Сюда синий-красный. Оно здесь. И видим, что вот так вот оно и не подойдет. Перемешано. Значит, неплохо. Чтобы исправить ситуацию, вот по этой грани делаем круг. Интуитивными движениями. Ну и просто с другой стороны загоняем. Да, если с одной стороны не подошло, то со второй подойдет. Красно-зеленые. Так, здесь все уже удачно. И вот у нас как бы два слоя готовы. Центр, боковые центры. Все неплохо. Продолжаем. Здесь дальше можно интуитивно. Главное серую грань оставить напоследок. Развернем. К примеру, вот это. Сюда нужно такое зелено-желтое. Сюда желто-оранжевое. Ну, желтое-оранжевое я вижу. Если подставим вот так. Так. Это будет хорошо. Зелено-желтое. Зелено-желтое. А, ну вот здесь. Близко спряталось. Так. Подошло. Тут пока ставить не буду. Пойду вот так. Здесь. Видимо, что ребро стоит на своем месте. Но развернуто неправильно. Поднимаем вверх. Вот сюда. И делаем круг по верхней грани. Так. Место. Должно быть здесь. Значит, еще чуть-чуть. Вот сюда. Подогнали к углу. И возвращаем. Дальше сюда. Сине-розовое. Ребро. Она здесь. Подводим поближе. Должно совпасть. Стало хорошо. Продолжаем. Пока поставим так. Сюда красно-розовое. Красно-розовое. Подводим поближе. Сюда. Наверное, будет хорошо. Так. Сюда красно-бежевый цвет. Вот здесь вот можно пойти через любую сторону. Ну, допустим, я пойду через правую. Если не угадал, придется возвращаться. Так. А я угадал. Сюда подошли. Дальше. Сюда бежево-зеленое. Зеленое уже потемнее. Вот этот. Ведем поближе. Цвет подошел. Голубой с зеленым. Вот этот. Так. Здесь. Дальше. Сюда. Развернем уголок. И. Сюда. Вот этот. Стоит удобно. Сюда фиолетово-оранжевый. Он находится вот здесь. Так. А этот. Наверное, уже так хорошо не встанет. А если мы подведем сюда. Здесь будет оранжево. А он фиолетовой стороной. Значит, делаем круг. Можно не глядя. Ничего пока не сломаем. И подводим. Вот сюда. Так. Так. И все. У нас готовы. Еще. Ряд элементов. Значит. Теперь. Вот эти ребра. Нужно поставить. Но предварительно можно развернуть верхние уголки. Хоть это и не обязательно. Так вот. Смотрится более-менее уже собранным. Сюда. Зелено-оранжевое ребро. Тащим его. С этой стороны. Подойдет. Одно есть. Сюда. Зелено-розовое. Вот это. И если его ставить сюда. То мы видим, что розовый цвет на эту грань пойдет неправильно. Значит. А с другой стороны. И здесь у нас уже собрано. Поэтому нужно чуть аккуратнее. Можем сделать вот так. Типа пиф-пафа. И оба на месте. А верхний слой пока не собираем. Дальше. Здесь. Здесь должен быть вот этот элемент. Бежево-розовый. Но он стоит рядом. И явно не той стороной. Значит. Делаем круг. Пока это возможно. Теперь. Подводим сюда. То есть. Вот место. Ставим. Подводим. Меняем. Отменяем. И теперь можно поставить сюда. И что осталось? Осталось вот это. Но здесь уже полегче будет. Вот это не хочется ломать. А, ну и тут. Тогда не важно. Просто отведем в сторону. Так. Так. И этот еще. Где я его сейчас ломал? Нет. Я его не ломал. Его нужно разворачивать. Значит. Здесь уже. Надо осторожно. Чтоб потом все вернуть. И вот на это место. И аккуратненько возвращаем. Дальше. Задача стоит. Сначала расставить верхние ребра по местам. А потом уже разворачивать. Если это потребуется. Видим, что вот это ребро на месте. И это на месте. Это нет. И эти два нет. Ну, я бы сначала вот это поставил. Пожарствовав вот этим. Делаем обычные пиф-пафы. Так. И остается у нас. Вот три ребра. Два стоят на месте. Вот эти три собрать. И получилось, что все собрано. Этапы ориентации у нас здесь не появилось. Но возможно такое, что останутся два неправильно развернутых ребра. Например, может получиться вот такая вот конструкция. Два ребра стоят на местах, но развернуты. Остальные все стоят правильно. И их нужно как-то развернуть. Очевидно, что этому ребру нужно как-то сделать круг. И стать с другой стороны. К примеру, мы можем сделать какой-нибудь пиф-паф. Вот такой вот. А после чего, ну, даже вот это вот серо-розовое ребро. Так вот. Прогнать немного по кругу. И с этой стороны его сюда поставить. Оно поменяется на серо-голубое. Ну, и возможно, встанет потом хорошо. Вот так вот. Ну, случаи бывают разные. Могут быть развернуты два ребра. Как сейчас, через один. Два рядышком. И четыре ребра могут быть развернуты. А все решаются похожим образом. Так же, как на Ради Минксе. В итоге, Стар Минкс. Несложная головоломка. Выглядит так же, как вторая версия. Собирается не очень быстро. Но движения очень похожи. Единственное, что здесь отличает его от простых головоломок. Это то, что ребро может быть неправильно ориентировано. Ну, как, в принципе, и в кубике 3х3. И чтобы его развернуть, нужно делать круг. Так как у грани нечетное количество ребер. Голомка старая. Про стальные Стар Минксы когда-нибудь расскажу. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok